и снова здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и в данном случае мы проходим как снять блоки функциональные как разгрузить шею шейно-грудной переход в сидячем положении но в принципе стоя можно сделать почти то же самое главное чтобы человек был не сильно выше вас да если он чуть пониже вас то в принципе эти же приемы можно проделывать и стоя но сидя удобная тема в то что у него закреплена спина да и если что можно прокатить его дополнительно на себя чтобы корпус не разъезжался в момент когда мы будем работать с шеей но вот если нас данным давайте первый прием вообще до приема конечно надо немножко диагностировать мы смотрим повороты человека поворачивайся лишь плечи держи на месте я специально придерживаю поворачиваю голову направо насколько можешь все вот проходит практически ладонь не до конца до ворот но более-менее нормально я чувствую что тянутся в печи тянется теперь поворачиваю на лево он налил побольше без одного пальца три пальца проходит да теперь мы можем проверить его напряжение насколько нам есть в эту сторону мышц тянутся прям вот видно короткие мышцы ручные в эту сторону как у него идет напряжение например назад держит ли он голову или нет для этого не упираюсь обоими локтями в плечи а ладони накладываю на затылок я буду немножко доцел давай давление сюда а ты тяни затылок назад на меня давай слабые мышцы теперь вперед наоборот я буду в лоб опираться да и вперед сильнее сильнее слабо не додавливает ну там есть много тестов дополнительных с поворотами вот с такими мы уже христи да мы то есть в момент смотрите эти все тесты они похожи на самом деле и на растяжение то есть мы дополнительно прежде чем начать работать помните должны расключать человека в протрясти провибрировать вот вот эта схеме доходим до вытяжки тракции дополнительно ее можно сделать вот таким образом подхватываем за челюсть снизу упираясь причем встречи не за через за череп снизу разворачиваем голову вверх и чуть-чуть еще дополнительно через держим немножко вытягиваем легкими мягкими движениями вверх обиды дырок принципе я даже слышу хрусток чуть-чуть потянем его боковые мышцы нет это мы можем проверить атлант ну там сейчас узнаем что он на месте покачивая голову в разные стороны и пощупывая поперечные боковые отростки атланта на самом деле нащупки очень тяжело это надо залезть за вот эту мышцу спереди как бы вот туда и вот она чувствуется раз невольно да на месте а с этой стороны не чувствуется да атлант у него в данном случае на месте ну мы схематически сейчас покажем всю очередность растягиваем боковые мышцы опять упираем сюда и у спирали натягиваем его голову раз возвращая назад здесь тянется вся группа шейных мышц этой стороны движение у нас такое сложное она и не боковое и не флексия вперед а идет как бы по спирали вот такое вот скручивание представьте себе что как будто вот у него из мункушки бьет луч вверх да и шпага такая торчит и вот она делает вот такой вот оборот как но рисует в воздухе как бы логарифмическую спираль вот такую или как вот когда самураи мечом бьют они вот именно тоже такое же движение делают представьте вот самурая есть сочленение это нога до бедра от бедра до плеча потом рука плечо предплечье кисть и даже в кисти меч меч то есть вот это как идут отдельные позвонки то есть он когда бьет у него куда-то от ноги и по очереди раскладываются все сочленения также мы представляем что как будто вы все наши позвонки вот так по очереди должны растянуться вот седьмой шестой пятый четвертый второй третий второй первый вот растянули повернули назад растянули в эту сторону повернули назад в принципе если я буду упираться в позвонки определенная по очереди седьмой ширины момент этого движения то они уже тоже могут быть мобилизированы поставлен назад вот далее можно упираться не в позвоночник так ты тебе надо задом сесть может развиваться тогда спиной просто неким ну тогда чтобы показать можно давить и не на позвонки а на боковую группу мышц шейных происходит подольных и поворачиваем голову в противоположную сторону а мышцы в нашу сторону вот сюда друг против друга дополнительно идет растяжение этих мышц так теперь поворачиваемся назад особенно когда мы работаем с атлантом нам нужно максимально растянуть позвоночник шейного отдела поэтому не торопитесь всегда сразу не начинаете там крутить голову да постарайтесь особенно люди если подготовленные не разогретые да то постарайтесь сделать такое круговое движение полностью голову пускай и сам медленно поворачивай вокруг вот этой точки вот так так движение должно быть медленным протяжным практически длится минуту в одну сторону вот есть года мы видим что со стороны меньше напрягаются мышцы с это больше своей рукой вы ему можете помогать подталкиваю голову до дополнительного растяжения и другую сторону медленно-медленно проходя по радиусу все группы мышц вокруг черепа вот я сейчас даже делаю быстро ну в целой демонстрации так теперь начнем нам нужно поправить вот мы допустим выяснили что шейный грудной переход c7 вот я вижу она повернута ротирован позвонок вправо в данном случае да значит мне нужно повернуть обратную сторону для этого я упираюсь в него либо пальцем вот этим если силы пальца не хватает упирается вот это косточкой упираюсь в него и голову буду поворачивать вот сюда но желательно сделать небольшим доворотом вот такой чуть-чуть качающее движение посмотрите клиент съезжает до сдвигается для этого подожди выпрямись для этого обычно в кабинете мануровной терапевты есть специальные ремни которые как автомобильного так на скосовка держит его шею если ремень это то можно использовать свое колено подставляем под него руку на колено и вот у него есть упор потом у первых вот этот позвонок и раскачал голову чтобы предупреждать что он самый не качал вам не помогал расслабленный был когда поймали момент расслабления тогда делать резкое движение вот такое но прошло до наверно этого позвонка до 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 4 примерно до 5 проверяем но не до конца но почти на месте если мы действительно хотим воздействовать на грудные позвонки то нам надо угол сделать пожестче при этом смотрите чтобы у вас рука не искривлялась была единой линии от кончика пальцев до локтя жестко для симметрии вот смотрите если в тот раз делал я давил практически горизонтально в нужный позвонок да и с небольшим поворотом вот таким сейчас я буду давить внутрь в тело практически по загональю вот туда в подребелье практически да и голову буду поворачивать ровно в фронтальной плоскости вот этой я упирался конкретно позвоночник до через шейные мышцы через трапецию я туда доходил до позвоночника не до конкретного позвонка до для упора то есть он пропустил опять по моему до сюда до середины лопаток даже дошло если нас интересует ротация все-таки более верхних позвонков до шейных можно смешные приемы то можно делать смотрите за счет разбираемся в плечо до пусть в аккормиальный отросток другой часть ладони в конкретный позвонок шестой там в 5 4 2 года и можем дойти до того места чтобы дойти до того позвонка который нам потребен действительно я все им подарок не будет делать это просто для демонстрации так ты меня сбиваешь далее смотрите у человека может быть повернут череп относительно самого позвоночника в бок второй позвонок первый позвонок атлант он как чашечка держит на себе череп внутри специальные бугорки которыми он цепляет за череп он возлежит у него нету асистового отростка поэтому вы его не сможете нащупать только боковой отростки но под ним находится второй позвонок шейный аксис называется у него есть такой звук который проходит насквозь атланта и на нем собственно говоря череп поворачивается сейчас в рамках наших занятий мы не сможем досконально разобрать как они там друг от друга относительно друга поворачиваются не успокоиться никак как правило если повернут второй позвонок он тянет за собой атлант голова старается выровняться череп сам да и он от атланта съезжает другую сторону например 2 сюда повернут череп значит в обратную сторону и организм таким образом себя выравнивает поэтому там очень сложно а у второго позвонка аксиса у него асисты отростки вот эти вот назад он у него раздвоенный поэтому если он повернут мы можем чувствовать один позвонок этот его краешек а второй не чувствовать и иногда просто методом пальпаться не сможем угадать повернут ли он сам либо сдвинуть сам а может быть он ротирован еще дополнительно сдвинут понимаете из-за того что мы прощупываем не знаем какую из этих отростков прощупываем поэтому желательно все-таки в этих сложностях случаях имеется рентген послать человека на марте либо рентгенограмму до приема и после приема проконтролировать рентгенограмма делается в 5 плоскостях это значит вернее 5 снимка должно быть с флексией вперед шеи снимаются латерально с экстензией назад латерально прямо это третий снимок ровно либо фаз заднего спереди и через открытый рот запрокинка головой снимаем так чтобы было видно атланта на самом деле практически не видно про всех снимках он перекрывается костями черепа и за него там тени падают плохо разглядеть в общем эти сложные случаи мы будем разбирать на следующих занятиях а сейчас просто покажу методику как мы выправляем на самом деле так то уж и сложно значит смотрите первый способ кладем голову на руку положу по собственному вот положил поворачиваем чуть в бок вот на щеку лежит но чувствуем делать она крепится к черепу то есть череп сидит пусть мы с головой висит должны понять поймать такую точку чтобы мы чувствуем что просить череп на одной балансирует точки да вот когда мы это поймали когда можем сделать движение с ротацией все пестише пасти еще больше в сторону вот поправили но у тебя что-то через ходится когда нам чудо слишком подвижно через у человека но может крепко с неправильный может в данной челюсти быть так что нет люди разных подавятся поэтому всякого отбывать через навык свернута действительно поэтому могут быть другие захваты можно взять голову целиком вот так вот уперевшись в противоположное это жестко да в противоположное плечо с поворотом на себя и вверх получается достаточно сильно таким образом мы выдергиваем череп с аксиса вот этого зуба да и разворачиваем его сажаем да и опять сажаем я конечно так утрированно показал на самом деле он у детей может выдернуться да но это будет болезненно для этого нужно проверить у детей имеют болезненно нужно проверить еще один тест сделать глубоко ли аксис входит в отверстие черепное потому что он может касаться продолговатого мозга и тогда в принципе у могут быть потери сознания там сонливости такие это просто вертикально ставим голову и прижимаем внутрь не чувствуешь ничего там в окружении ничего нету нормально значит в принципе ну потом мы видим по клиенту что человек молодой остеопороз соответственно развит умеренно или только начинающей степени да поэтому такие жесткие момент можно делать в принципе если человек приходит пенсионер то все-таки не рискуйте расслабляемся расслабляемся вот выглядит грубо со стороны да но на самом деле достаточно эффективно тут мы за счет вытяжения ведь видели я корпусом еще и вверх подал прям буквально до 3 4 5 позвонка шейного можем вытянуть его ну если допустим скажем девочка хрупко приходит а то можно вообще не до d1 d2 подойти позвонка вот так 8 но при этом желательно все делать строго вертикально если заметили при повороте его нос также был на оси с корпусом тела до когда я приподнял его я приподнял вертикально они в бок и после этого пустого тоже вертикально возвращали по то же самое да это быстро практически незаметно но траектория да та же самая только вертикально так еще есть способы когда мы берем прям за лицо да а средства мы упираемся в выступы шишечки такие там затылки и толщины до точно буду и также поднимаем при этом у меня локоть упирается видите в плечо за счет этого движения также можем повернуть и поставить атлант есть способ когда его можно поставить спереди ну например встань это немножко другая технология да можно сидим уже стоя это все одинаково да вот ставим к нему боком да и также нащупали да в какую сторону можем быть твоим измножим в этом либо при должной на тренированности можно вообще делать легко вот головой расслаблено стоит мы просто качаем пальчиками и чувствуем его вот моменты где он поворачивается сам стараясь и не поворачивать сейчас послабься лучше сидеть с твоим он боится он контролирует свой позвоночник чтобы не упасть это немножко другая технология есть такая моно терапия когда человек полностью расслаблен и мы его вот начинает крутиться так спокойно все стороны до руки крутится шея я просто демонстрирую потому что это не тема нашего сегодняшнего урока можно крутиться да и мы некоторыми толчками ловим его момент движения и в противофазе ему вправляем позвонки сам ничего не делать что прикольное скручиваем раз потянули хрустали надо также он стоит ты стоил так как бы шатались и расшатывается малое моменты где там что случилось у него и в этот момент вот погруши это как бы любопытно конечно да но пока мы учимся садись пока мы учимся давайте проходить последовательно лучше и далее смотрите можно сделать тракцию вытяжение дополнительно до для этого мы упираемся руками в грудную клетку а сзади упираемся в бугры нижние черепные бугры вот эти шеи у данного человека достаточно длинная может быть получится хорошо этот прием проходит с короткошеями людьми вот уперлись в череда в грудину а здесь за ушами и на себя потянули раз и хрустнули то есть получается растяжение между кулаком и вот предплечье лучшими костями мои вытягиваем череп так какие еще приемы есть ну вот даже стоя и сидим можно делать не только ладони до передца можно берется в принципе любыми костяшками своими и накатить голову на руку по ней прокатиться если не хватает расстояния не помогаясь никогда это расстояние выберите ту часть руки которая более массивно да и как по валику голова прокатывается расслабься расслабься сам делай вот так вот с небольшим доворотом слышно было да так ну давайте отрабатывать нюансы будем сейчас все остальные друг на друге потому что ну все сразу невозможно сказать на видео если вы нас смотрите вы конечно ставьте лайки не забывайте подписываться на канал телесно-аленсионных практик а на самом деле чтобы на практике действительно все это узнать приходите к нам на тренинг коллега лава гудвинов до новых встреч друзья